Сражение на реке Халхенгул началось 20 августа 1939 года. К концу августа советские войска при поддержке монгольских соединений полностью очистили территорию Монгольской Народной Республики от японских сил. В сложнейшей обстановке монгольских степей Георгию Жукову удалось провести решающую операцию по окружению японской группировки и продемонстрировать силу и мощь Красной Армии. Эти и многие другие исторические факты отражены на фото-выставке. Наши друзья монголы всю свою жизнь, они рука об руку с нами жили, как наши соседи. И традиционный клад жизни тоже идентичный, такой же, как и у нас у тувинцев. Наши друзья монголы очень глубоко ценят ту неоценимую помощь Советского Союза при отражении атак империалистической Японии. Это все происходило в 1939 году, это буквально 85 лет назад. В свое время, в 1936 году Советский Союз и Монгольская Народная Республика подписали договор о взаимопомощи при любых атаках агрессоров. Ранее фото-выставка была представлена в Иркутске, а сегодня ее открыли в Доме туризма для жителей и гостей Тувы. Сегодня я побывала в очень интересной и познавательной выставке, которая проходит в центре Азии, в Доме туризма. Фото-выставка посвящена к битве на реке Халхинголе. Здесь показывают именно те исторические моменты, которые проходили именно в те годы. За успешное проведение операции по разгрому японских захватчиков Георгий Константинович Жуков был удостоен звания Герой Советского Союза. Награжден двумя орденами Боевого Красного Знамени, а также был отмечен монгольскими правительственными наградами. Успешное советское наступление стало финальным аккордом в завершении Второй мировой войны. До сегодняшнего дня наши друзья монголы всегда уважают и чтят память о тех военных действиях на реке Халхингол. И в целом по итогам данных сражений 80 человек стали героями Советского Союза. Таким образом, у нас есть такие предпосылки, что потерпев поражение именно на реке Халхингол от наших совместных войск Советского Союза и Монголии, Квантунская армия Японии, она уже решила не атаковать с восточной стороны на границе Советского Союза. Сражение на Халхингол очень имеет такое историческое значение. В ходе боев на Халхинголе советские войска потеряли более 23 тысяч человек, а японские потери оцениваются в 61 тысячу. Принято считать, что именно тяжесть поражения во многом удержала Японию от нападения на СССР вместе с Германией. Фотовыставка продлится в течение трех дней.